Приветствую всех, мои дорогие друзья! Меня зовут Юрий Кот, мы играем в Fallout 4 и в прошлой серии мы проходили с вами задание от Кэббота. Я предлагаю, собственно, не нарушать традиции, закончить уже полностью это задание. Следующее задание от него же это Тайна Дома Кэбботов и нам необходимо встретиться с Джеком у психиатрической больницы Парсонс, с которой мы уже были и убивали там рейдеров. Он у нас побежал сюда, вот его меточка значит, и мы будем идти за ним. Скорее всего, там будет что-то очень интересное, потому что психиатрическую больницу нам таки не удалось пробраться в прошлой серии. Там дверь горела у нас красным типа цветом, если бы мы зашли, то нас бы расстреляли ребятки, с которыми нам нужно было сотрудничать. Теперь, я надеюсь, такая возможность будет и проблем как бы не возникнет. Ну что ж, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Если вы ждали серии по Fallout, ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропускать новые друзья. А мы тем временем будем двигаться дальше. Так, речь идет о каком-то артефакте. И мне интересно узнать, о каком же именно. Так, дружище, Данс, ты там далеко. Не отставай, сученыш, потому что ты нам очень сильно сейчас можешь пригодиться. Где это мы находимся и почему здесь перекрыто... Все перекрыто. Давай, прыжочек. Через какие-то нахрен щегири нужно идти. Джек, дружище. Что с тобой не так? Ага, то есть ты все время лопочешь о каких-то артефактах. Ты же у нас ученый, правильно. Я как-то совсем забыл, что ты у нас повернутый на инопланетянах дурачок, который... Опаньки, а кто это у нас тут? Рейдер-убийца. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, а ну, а ну, а ну, а ну, а ну. Интересно, Джека Кеббота могут убить или нет? Так, мне не нравится этот пистолет. Нужно взять что-то посолиднее. Такое что-нибудь совсем хорошее. Вот пистолет Келлога, в принципе, очень даже неплохо подойдет для этой цели. Давайте через ВАЦ попробуем. А, не можем мы, да? Не можем. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну вот же ж, все, порядок. Не кричи, сучка. Так, крышка, патрон, патрон, стимулятор. Все это мы дело взяли. Отличненько. Перезаряжаем наш отличнейший ствол. Кстати, я рад, что этот пистолет, если у меня, он достаточно неплохой. Не то, чтобы прям совсем классный, но на худой конец, как говорится, когда совсем нихрена нет. Друзья, мост. Да-да, мне подписчики уже сказали, что по мосту идти вроде бы как будто бы и опасно. То ли это был сарказм, я не понял, то ли они действительно правы. Но пока ничего такого не наблюдается. Ну, в комментарии значилось, типа, что по мосту идти опасно, а вот переплывать реку не опасно. Не знаю, пока ничего плохого не произошло, и мы мост, в принципе, преодолели без проблем. Что это такое? Это паркомат, что ли? Наверное, это все-таки был сарказм, друзья. И я просто этого не понял. Ну, типа, в воде же есть радиация, как бы, да, без радыкса сильно не поплещешься в этой водице. А по мосту можно было просто перебежать. Ну, или я не знаю, не буду я заморачиваться, в общем, по этому поводу. Мы преодолели мост, и как бы уже его забыли. Так, кантри-кроссинг. Это какая-то у нас новая локация. Нас здесь не было еще. И давайте пока этот наш ребятеныш куда-то бежит, мы посмотрим, что мы здесь можем понаходить. А ничего, да, мы здесь не можем найти. Опаньки, смотрите, это вы кто такие, ребятки? Поселенец. О, как это круто. А могу ли я это... Смотрите, я могу набрать мутафруктов и посадить эти мутафрукты в своих поселениях. И это классно. Давайте их побольше возьмем. Будем садить деревья потом. Я надеюсь, что они нам очень сильно помогут. Так, и еще. Ребятки, вы уж извините, не серчайте, но я у вас тут немножко подукрал мутафруктов. Так, бутылки из-под ядер колы. Ну, видно, да, что взять здесь мы ни хрена не можем, поэтому просто давайте двигаться дальше. А вот и верста, кстати, а ну-ка. Вернее, мастерская. Нет, не можем мы здесь ничего сделать. Ну, имеется в виду, не можем мы посмотреть границы поселения, потому что это станд... А куда ты делся, твою мать? Это стандартная... Ага, он пошел дальше. Ну, хорошо, сейчас мы тебя догоним. Надеюсь, тебя там не хлопнули еще, пока я тут с мутафруктами разбирался. Найден сигнал бедствия, кстати, друзья. Так, а ты сюда пришел или где ты? Это же не психиатрическая клиника. Что это у нас такое? Кантри-кросси. Ну, собственно, он так и называется. И мы здесь не были. Я предлагаю на обратном пути сюда обязательно заскочить, друзья. А пока догоним нашего больного Джека Кебота. Главное понимать, где он вообще находится. Где-то совсем недалеко. Совсем-совсем. И там какой-то замес уже идет, друзья. Да, смотрите. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, то есть этих чуваков тоже надо убивать, да? А ну-ка. Нет, это наш... Нет, это... Это вообще другой тип какой-то. Ты кто у нас, док? У Эзерс. Я думаю, это Кебот. Он тоже в белом халате. Блядь, да кто там стреляет? Мистер Храбрец. Что за дерьмо? Туловище. Как-то не очень. Ну, ладно. Да что такое-то, а? Давай, 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 давай. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Еще немножечко. Тебе бы бомбочку какую-нибудь, да? Так, все. С Храбрецом у нас лады, но... Черный дутень. За ним находится, значит, это черный дутень. Но я предлагаю сейчас взять стимулятор. Потому что нам совсем похерело, друзья. Предметы, помощь. И вот он, наш, собственно, стимулятор. Да, я помню, что здесь тоже есть клавиши. Быстрые клавиши. По ком вы, блядь, стреляете? Я что-то не очень... Ох ты, ни хрена. Я, кстати, очень вовремя сохранился. И я, честно говоря, не понимаю, что здесь происходит. Тут, блядь, и болотники, и рейдеры какие-то. И все хотят тебя сожрать, убить, затоптать. Я не знаю. Сейчас будем спасаться нахрен. Куда-то убегать отсюда. Так, вы, чуваки, хорошие или не очень? Иди нахрен, легендарный светящийся болотник. Тихо, блядь. Нет, 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 нет. Убегай, 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 сучка. Нас сейчас убьют. Нам нужно было как-то это все правильно сделать. Потому что я могу сейчас просто не успеть... Не успеть могу взять стимулятор. Беги, 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 беги. А, все, он вернулся назад. Хорошо, давайте опять сохранимся, чтобы не случилось такого дерьма, как в первый раз. И что мы здесь видим? Ты опять, сучка, идешь за мной, да? Да иди нахрен. Смотрите, как он бьется. Это вообще жесть какая-то. Мудила. Серьезно. Так, давайте сейчас возьмем Медикс наш. Кукурузу, пожалуй, пока оставим. Стелс бой. Я не знаю. Я не знаю. Наверное, не нужно. Что у нас есть вообще хорошего из оружия? Потому что... Ну вот, тяжелый штурмовый карабин, кстати. Весьма неплохая вещь. Бабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Во-первых, есть вот такой грузовичок, в котором... Это яйца болотника, насколько я понимаю, да? Ладно. Посмотрим, что здесь дальше есть. Скорее всего, вот тут мы как раз что-то и найдём. Я предлагаю включить свет и осмотреть это всё. Опаньки! Вы посмотрите, что я нашёл. Давайте позадействуем. Почему нет? Я думаю, что эта вещь сейчас нам будет очень даже на руку. Во-первых, забираем ядерные блоки, которых очень много здесь. Аж целых 4, плюс те, которые наши. И посмотрим, где находится наш Кэбот. Потому что я смотрю, что его потерял. Встретиться с Жеком психиатрической... Ладно, хорошо. А могу ли я в этой самой броне телепортироваться быстро к той самой больнице? Зачем нам идти, если я могу просто сделать быстрое перемещение? Правильно? Так. Смотрите, какой у меня крутой теперь персонаж. Мы очень редко используем, кстати, силовую броню, но... Мой любимый цвет интерфейса, друзья. Так. Да, давайте перемещаться. В принципе, у нас всё получается. Я думаю, что сейчас мы придём и надерём всем задницу. У нас, правда, не очень много патронов. Но я думаю, что это компенсируется наличием силовой брони. И нам не надерут так быстро задницу, как обычно это случается. Когда у нас закончатся блоки, или она у нас испортится, мы её просто оставим. И всё. Хотя, в принципе, в принципе, наверное, я бы такой, что с этой силовой бронёй переместился бы в поселение. И оставил бы её в поселение для того, чтобы знать, где её искать. Что здесь нахрен произошло? Вы только посмотрите. Все нахрен валяются. И мы полутаемся, конечно же. Кстати, по-моему, это те хорошие ребята, с которыми мы общались, когда приходили сюда последний раз. Добраться до моего кабинета. Так, мы сможем чего-то там сделать. Хорошо, сейчас мы пойдём. Да, пошли, дружище. И ядерную батарею тоже возьмём. Гоу! Пошли в психушечку прогуляемся, дружище. Так, что не так? Что не так? Давай, открывайся, твою мать. Что не так? Ты силовой бронёй в проём дверну не помещаешь, что ли? Так, друзья. Игрушка. Сейчас я скажу, пройдёт чёрный экранчик. Я вам скажу, сколько он у меня выдаёт FPS. Для меня это, в принципе, не так уж сильно и важно. Но вот сейчас стабильных 53, 54. Вот где-то так. То есть держится. В принципе, считаю, это достаточно неплохо. 60. То есть 60, в принципе, это вот как бы норма. Но когда не происходит никакого замеса. Может быть, он будет падать во время там катсценок каких-нибудь и всего остального. Так, дружище, ты куда ушёл? Да не вопрос. Надаём сейчас по щам этим ублюдкам. Так, здорово. Так, там кто-то бежит у нас. Рейдер кто, твою мать? Берсерк? Да иди нахрен. Ты чё, охренел тут бегать с какой-то хреновиной? Нападать на меня? Я вообще-то терминатор сегодня. Если ты вдруг не заметил, дружище. Да всё, сдохни уже. Отлично. Надо было вообще в голову целиться. Тогда бы это... Блядь. Занимало бы меньше патронов. Так, наверное, нужен снова стимулятор. Оружие, одежда, помощь. Как всегда, стимулятор. Ну-ка. Хорошо. Всё поднялось. У нас осталось 11 патронов на этой пушке. Это не очень хорошо, если честно. Давай, давай, чуть-чуть. Чуть-чуть. Кэба, сука, держись. Не подыхай. Даже... Больше я не хочу её брать. Потому что ничего хорошего, в принципе, она не приносит. Я предлагаю сейчас пойти до кабинета. Стимулятор мы взяли. Поменяем сейчас пушку. И уже после того, как отобьётся задание, мы обследуем здесь всё немножечко подробнее, друзья. Гвоздемёт, гамма-пушка, пистолеты. Что взять вообще? Стремительный, тактический... Термооптический... Да, давайте пойдём с этой штукой. Пока патроны у неё, в принципе, есть. В смысле? Там сзади кто-то стреляет, что ли? Ты где? Говно. Опа-па-па-па-па-па-па. Там турелька, друзья. Данц, твою мать. Что там нахрен происходит? А, это турель всего лишь на вся взорвалась, да? Хорошо. Полутаем твою головушку. Ну, турельку мы трогать не будем. 20 патронов у нас есть. Так. Дружище, ты чего тут стоишь? Давайте посмотрим, что у нас в этом коридоре будет интересно. А я думаю, что здесь кто-то есть у нас. Может быть, откроем эту дверь? Кукусики, твою мать. Вот и всё. Нет, не всё. Вот теперь всё. Значит, патроны, стимулятор. Конечно же, всё это возьмём. Но вряд ли это его кабинец. 13 патронов. Сюда. Дружище. Дыра в стене. Ну, ладно, допустим. Так, что это, блин, за светлячки? Вы охренели? Смотрите, друзья, какой-то странный зелёный нахрен таракан. Он... Да что, блядь, не так? Кто там по мне палит? Данс, это ты мне в спину стреляешь? Я чуть не очень нагоняю. Хорошо. И... Чего мы тут имеем? 9 патронов у нас всего. Кстати, почему-то я забываю сохраняться. Давайте сохранимся от греха подальше. Теперь откроем это дерьмо. Ну, тут все дохлые, как бы проблем никаких не должно быть. Так. Ну, и чё ты тут стоишь? Это ты, есть твой кабинет, что ли? Наверное, вот сюда нам нужно идти. Так. Эдвард Диган. Ну, мы с ним уже общались, друзья. Это, да, какой-то прислужник этого самого Джека Кэббота. И он сейчас оказался здесь первее, чем мы. Ну, и посмотрите на эту замечательную прелесть. Пупс Харизма. Мы нашли пупс. Забираем, конечно же, друзья. Отличненько. Вот это мне нравится. Я знал, что в этой психушке что-то да такое да и будет. Так, возьму какой-нибудь попроще ствол, пистолет Келлога. Где там какой-нибудь целеуказательный? Все большое, кромостко. Я не знаю, друзья. Спаситель. Да, возьмем его, будем стрелять с ним. Ты уверен, что ты не можешь подойти? Я реально могу использовать твою помощь. Да, Джек. Я довольно уверен. Ну, тогда не волнуйся. Мне и твоя пароль здесь должны быть осторожным. Требуется пароль. Ты в порядке? Не волнуйся о мне. Хотя я не понимаю, как они знали, как попасть к... Это не важно. Ну, давай, твою мать. Делай там, что ты делаешь и пошли отсюда нахрен. Может, тут сейф какой-нибудь есть? Ты не хочешь со мной базарить больше, нет? Почему метка на тебе стоит? До сих пор. Что происходит, дружище? Ну да, было бы неплохо, если честно. Прикид такой, конечно. Силовая броня и шляпа. Фетра. Хорошо. Я понял, да, пошли в кабинет. Кстати, могу ли я залезть в твой терминал? Да, я могу залезть в терминал. Подожди, дружище, пока не уходи. Я должен почитать, что здесь вообще такое есть. Главный лифт отключен. Требуется ручной сброс с текущей. Так, двери, внимание. Ну, в принципе, больше здесь как будто бы ничего и нет. Ладно, идемте, короче, с этим чуваком. Куда идти, дружище? Показывай. Давай, куда идти? Сюда? Нет, здесь мы были уже. Наверное, в эту сторону. Я так думаю. Сейчас мы вот так. И... А, ты, сученыш, хочешь, чтобы я пошел впереди, типа, и куда-то тебя вел. Помочь Джеку добраться до подвала. Хорошо, где находится подвал? Я, в принципе, вижу здесь лифт, который как будто бы не работает, да? Но мы можем попробовать. Этот лифт не работает, я понял. Хорошо, тогда просто нужно найти возможность спуститься вниз без лифта. Где может находиться... В смысле? Че у вас там, блядь, происходит? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ты что за хрен такой вообще? Да ты охренел, сученыш. Куда ты побежал? Что это, блядь, вообще за существо? В смысле, его убили? Нет, чувак, не умирай. Вставай обратно. Ты охренел. Да давай, блядь, перезаряжайся. Так, и там еще, да, дружище какой-то остался у нас. Заточенный ломик. Ну. Вот так. Еще немножечко. Хорошо, отстрелили тебе головушку. И следующий паренек у нас вон там стоит. Я, в принципе, не боюсь, потому что нахожусь в силовой броне. Зря, конечно, я не боюсь, потому что ребята стреляют достаточно метко. Но я смотрю на наши хп. И как будто бы пока все хорошо. Что-то ты сдохнешь, твою мать. Почему я не могу прицелиться в твою голову? Ох ты ж, твою налево. Так. Все. С тобой порядочек. Где там кто еще есть? Наверху кто-то стоит, да? То есть мне нужно подняться сейчас по этой лестнице. Хорошо, без вопросов. Но я нарвался на мины. Я надеюсь, что своим друзьям я расчистил путь. И как бы проблем возникнуть не должно. Привет, чуваки. Да ладно, нормально все. Че вы, не парьтесь. Так, хп-шка пока еще есть. Да сдохни ты, твою мать. Что ж мы так-то с вами, а? Давайте стимулятор примем. Пистолет, конечно, ни о чем, но... Вы сами понимаете прекрасно, почему я это делал. Давайте в них коктейль молотова кинем. Помощь, стимулятор. Парочку. И, пожалуй, вот так вот сделаем. Держите, ребятки. Вот так вот, сука. Горите в аду. Нет? Не хочешь? Давай, перезаряжайся. У нас патронов очень много. Жизни, в принципе, тоже. Все. С тобой порядушки. Порядушки с тобой. Мы как будто бы правильно пришли. Так, ребятки, вы за мной идете? Или где вы там, блядь, потерялись? Нам нужна вот эта дверь. Открываем и заходим. Фу. Интересненько. Чего же нас там ожидает такого? Вкусненького, друзья. Я вот просто не очень уверен, что нужно будет потом исследовать эту больницу, после того, как мы приведем Кэба-то в подвал или куда-то там еще. Что тут нахрен происходит? Оп-оп-оп-оп-оп, дружище. Так, один готов. С тобой тоже порядок. Все, ты сдох? Куда ты нахрен? Да что с тобой не так, сучка? Ты реально думаешь, что с этим говном... А, это Берсерк. Ну да, эта сучара должна быть, по идее, очень мощной. Ладно, пока ты там будешь... Данс. Сделай что-то с этой сучкой. Истеричный. Так, порядок. Зазубренный тесак. Крышка. Патроны. Подвал, подвал, подвал. Я вижу, нам нужно идти вниз. И там нас уже как бы кто-то ждет, насколько я все правильно понимаю. Вопрос на миллион. Сколько их там и что им нужно? Почему они такие? Да что такое? Чего, блядь? А где ты там? Все, я вижу. Здарова, дружище. Иди сюда, сучка. А у него стул-то как бы не очень-то уж и плохой. Может быть тебе туда... А-а-а, па-па-па-па-па, я вижу. Держи-ка, наверное, мой хороший коктейль Молотова. Как-то я не очень метко, да? Его туда кинул. Ладно, разбирайся пока с ним. Я, пожалуй, схожу за вот этим парнягой. Давай, сучка, сдохни. Есть с тобой порядок. Осколочную гранату мы, пожалуй, возьмем. И теперь я вернусь и помогу вам, ребятушки. Хорошо, хорошо. Все, он сдох, отлично. Так, ну давай, прыгай ты в этой броне, долбаная. Крышка, патроны. Кто там еще? Не все. Кебет, твою мать, куда ты побежал? Мне нужно... А, ты спрятался. Ну, это ты правильно сделал, конечно. Что, теперь сюда нужно идти? Что это за место вообще? То есть все правильно, да? Ладно, будем просто спускаться. Я здесь нихрена никого не вижу, но... Чего здесь, блядь, вообще происходит? Давай, дружище, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну, иди сюда, твою мать, говно ты собачье. Ты что, думаешь, ты сможешь меня одолеть, да? Убежал? Ты думаешь, ты убежал? Ну, хорошо, с тобой порядок. А с тобой, девчуля? Снова этот долбанный берсерк. Вот почему они такие, сука, настырные? Ведь они реально бегут в рукопашку. Тут два хрена... Три хрена с оружием. И ее это абсолютно никак не берет. Мне кажется, это нечестно по отношению к нам, простым игрокам, главным героям. Так-с, интересненько. А в этих комнатушках у нас чего-то будет? Я могу нажать кнопку, откроется вот так вот дверь. И коробка со шпильками. Отлично. Подвал я предлагаю обследовать вот прямо сейчас на месте, потому что вряд ли мы будем чего-то здесь еще делать. Давайте открывать кнопку. Нажимаем, открывается дверь. Чего? Что это за долбанные дырки в стенах? Я вообще не понимаю. Крышку я возьму. Выстиранное голубое платье. Нет, нам это не нужно. Открываем эту дверь. Чемодан. Открыть легкий. Да, давайте открывать. Почему нет? Раз он здесь есть. Ну, скорее всего, там какая-нибудь грустная одежда будет. Так, 99 с плюсом шпилек у нас есть. Аккуратненько. Поддавайся. Ну, давай. Ну, что ж такое-то? Хорошо. Типа получилось. Стоило ли оно того? Ни хрена оно не стоило, друзья. Будем идти дальше. Дальше куда? Сюда. Очень темно. Реально ни хренище не видно. Возьмем вот это. Антиродинчик тоже возьмем. Все очень темно. И, пожалуй... Нет, здесь я не выйду. Придется выходить через ту же самую дверь, через которую я зашел. И нужно понимать, где мы вообще с вами находимся, друзья. Открывай. Нет, не откроется, да? Может быть, эта дверь тогда откроется? Эта дверь открылась, но здесь ничего нет полезного для нас. Поэтому... Господи, сколько здесь манекенов. Что здесь интересного? Лежит водка. Мы ее возьмем. Чудо клей. Мы возьмем. Бутылка пива. Не знаю. Не нужно. Так, ну что ж, давайте пробираться дальше. Предлагаю сохраниться. Кебота уже захреначили, что ли? Что в этом помещении есть интересного? Так, это не работает. Короткий инъекционный карабин. Наверное, не вариант. А вот Кебота нужно уже спасать и дрить его налево. Куда ты опять в какую передрягу ввязался? Далеко от этого? Я реально не верю, друзья, что он в этой силовой броне нормально проходит. Ох ты, нихрена. Данс, данс. Данс, смотри вперед. Да что такое? Немножечко, немножечко. Совсем чуть-чуть остается, друзья. Так, Кебота опять завалили. Но так как он у нас очень нужный хрен, то он у нас не умирает. И это хорошо, потому что были бы реально сложности, если бы он поддыхал. Так, с тобой порядок. Мы получили новый уровень, друзья. Мы сейчас что-то возьмем. Я предлагаю все ложить на вес, конечно же. Кстати, хпшка у нас поднимается вместе с уровнем. Я только сейчас это заметил. Терминал диагностики. Что интересного мы найдем в нем? Управление дверью. Закрыть? Нет, закрывать нам не нужно дверь. Мы просто отсюда выйдем. И что мы здесь имеем? Что это за дверь такая раз чудесная, что она прям закрывается? Это карцер какой-то, что ли? Нет. Тут тоже ничего интересного. Танц, твою мать. Открываем это дело. Что у нас тутоньки есть? Ничего. Нет. Чуть-чуть что-то есть. Ну что, лифт, дружище. Давай. Я поеду. Я знаю, что вы все равно за мной приедете. Без вариантов. Вы по-другому не сможете это сделать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Кэббат как-то не очень затусовался в лифт. Видимо, тут место только для двоих. Ну, такие крутые пацаны, как мы, конечно, в силовой броне. Мне кажется, третий бы кто-то просто не поместился бы здесь. Подвал. Есть такое дело. Требуется ключ. Это открывается в другом месте. Кэббат, твою мать, открывай. Ключ у тебя наверняка есть. Вот. Отличненько. Сохраняемся. И что? Погнали. Развлекаться. Снова рейдер-берсерк. Да что ты на него нападаешь? Ты на меня нападаешь? Что ты на ботаника нападаешь? Так, все, с тобой порядок. Крышки, патрон. Нэй. И мы как будто бы добрались до лаборатории. Вы посмотрите, она действительно выглядит как настоящая, что не наесть лаборатория. Но что нам здесь нужно сделать? А, нам теперь туда нужно пойти. Я понял. Но мне кажется, что пистолета будет недостаточно. Как бы. А что ты собрался делать? Я буду остановить это. Мои силы... Ты вообще нормальный парень? Или... Ты плохой парень? Ладно, давайте возьмем сразу ствол какой-нибудь нормальный. Или... Или... Или не будем брать нормальный ствол. Я буду рады, чтобы тебе тоже. Нет, я не могу оставить тебя, пока я могу отрывать артефакта. Давайте посмотрим. Ммм... Так, что здесь, блядь, вообще происходит? Надо, наверное, все-таки взять нормальный ствол. Фу, а какой... Какой из... Возьмем, конечно же... А давайте. По-моему, штука весьма неплоха. Сохраняемся. И что, мне нужно в эту дверь заходить? Она не открывается. Помочь Джеку добраться до подвала. Помешать рейдерам освободить Лоренца Кебота. Хорошо. Как мне это сделать? Задание может быть провалено, насколько я понимаю, да? Если я вдруг не успею. Хорошо, давайте сохранимся. Блин, ни хрена здесь коридоры. Давай. Давай, сучка. Левша. Левша. Мы разве не убивали никакого левшу? Я вот чего думаю. Да пошел ты нахрен, слышь, дружище. Так, 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 так. Хорошо. Ты за мной побежишь, что ли? На тебе, блядь, по щен. Так, еще немножко остается, друзья. У нас всего шесть патронов. Я надеюсь, что их, по идее, должно вашу мать хватить. Так, патроны закончились. Но это не проблема. Мы возьмем сейчас какой-нибудь другой ствол. Вообще было бы неплохо, чтобы это был какой-то автомат. Ну, вот стремительный штурмовой. Давайте попробуем. Да сука, сдохни. Так, с одним, как бы, порядок. Теперь с тобой. Ну, это какие-то хреновые рейдеры, значит. Они, в принципе, никакой особой опасности нам не представляют, если, конечно, они не достанут какой-нибудь гранатомет. Я смотрю, что жизни-то у него увеличиваются. Так, тоже патроны закончились. Что такое происходит? Тяжелый штурмовой. Укрепленный снайперский. Ну, давай, раз других вариантов у нас нет. Так, с тобой типа порядок. Хорошо. Где-то тут еще был один, да, дружище? Здорово. С чем это ты тут ходишь уже? Нет, не нравится мне со снайперкой в ближнем бою воевать вообще совсем. Что можно взять? Что можно взять хорошенького такого? Пистолет разве что какой-нибудь. Давайте гвоздометом попробуем это все захреначить. Так, дружище, давай я тебе прицелюсь в голову. Надеюсь, что я попаду с одного выстрела. Ну, в принципе, да, но немножко не дотянуло. Очень плохо. Возьмем спаситель и достреляем себе. Да какая граната, ты охренел, подонок? Да, сука, сдохнет и пистолет вообще ни о чем, реально. Так. Крышка, патрон. Мы помешали все это дело сделать, но нет доступа. Это невозможно открыть. Так, друзья, мне что-то кажется, что Джека Кеббета сейчас... Так, железнодорожный гвоздь, стимулятор. Мне кажется, друзья, что сейчас нужно будет вернуться к Лоренцо... К Лоренцо, говорю, Кеббету и захреначить его. Потому что все как-то уж больно замучено. Что у нас вообще по заданию получается? Давайте посмотрим. Помешать рейдерам освободить Лоренцо Кеббета. Тут как бы все понятно. Но я помешал. Теперь. Убить или освободить Лоренцо Кеббета? Так, а за что вообще мне его нужно убивать, друзья? Я не знаю. Я думаю, что я не должен этого делать. Потому что... Брать... Жизнь человека... Ну, смотрите, мы можем освободить, а потом в любой момент как бы убить. Не согласны со мной, друзья? Так, давайте возьмем на всякий случай стимулятор. Чисто вот... Вот... Чисто так. Для того, чтобы не сдохнуть. Фух. И как же нам быть-то, друзья? Очень сложный выбор. Давайте... Освободим его. А, Данцу это не понравилось. Данцу это не понравилось, друзья. И, скорее всего, он очень в восторге. Но убить-то его больше не могу. Вот чем прикол. Может быть, не его в любом случае придется убить. В смысле? Убить. Я хочу тебя уже убить. М-м-м... М-м-м... Моя любимая сына меня убил здесь, в год нашего бога. Ни хрена, в 1898 году тот... Вы же помните, друзья, какой год сейчас по игре? Нет, я никого не хочу убивать. Почему бы ты обрабатывал эту дверь? Ага. Но не волнуйся. Ты победил. Но сначала у меня есть какое-то не законченное бизнесе, чтобы обрабатывать. Знакомься в Кэббет-хоусе. Я уверен, что это где-то... Да, интересно, друзья, на это все, конечно, посмотреть. Как это все... Таинственная сыворотка. Четыре штуки, кстати. Давайте заберем. Мне интересно, Кэббот сам его захреначит или нет? Кстати, здесь все закрыто, друзья. И очень не факт, что нас... Охренеть. Вы... Что? Данс. Может быть, если мы в него постреляем, то тогда он умрет. Ага. Все, я понял. Он согрелся. Он согрелся, этот подонок. Данс. Твою мать, убивай его. Я передумал. Мы не должны его вести. Он какой-то злобный херка. Куда ты побежал, твою мать? Ты, наверное, хочешь забежать обратно в камеру? Если ты... Да ладно. Так, друзья. Нужно взять какую-то нормальную волыну. Вот осколочную гранату мы возьмем для начала. И, наверное... Чего? Бесшумные и мощные. Чем он, блядь, стреляет? Мне вот интересно. Сохраняемся. Ну да, конечно. Будем бороться до последнего. Пистолет вообще, друзья. Ни о чем. Просто ни о чем. Это даже не пистолет. Я не знаю. Он не стреляет. Как-то, короче, я не разобрался в ситуации, друзья. У нас есть один гвоздь. И я предлагаю взять... Чего еще? Стимулятор. Таинственная сыворотка. Давайте примем, посмотрим, что она делает. Наверное, штука какая-то очень даже неплохая. Так. Вот так вот, значит, целимся в голову. И... Блядь. Как-то не долетают эти гвозди. Хорошо. Что еще мы можем взять интересного? Оружие. Доброе намерение. Ракета. У нас есть одна осколочная граната. В принципе, как будто бы... Очень плохо со снайперки стрелять. Укрепленный боевой. Давайте вот этот возьмем. Во-первых, держи гранатку, дружище. Он вообще никак не цепляется, друзья. Короче, нам надо было, знаете, чего сделать? Не выпускать его из клетки. И тогда бы все было хорошо. Но так, как мы его выпустили, у нас есть определенные проблемы. Вы прекрасно понимаете, какие, да? Я, конечно, мог бы доиграть это все дело. Ну, вернее, переиграть. Но я боюсь, что... Не очень. Он сейчас Данса просто убьет и придет по нашу душу. Вот в чем проблема. И я не знаю, что с этим делать. Так. Целеуказатель. Может быть... Ну... Впритык к нему подходить это вообще не вариант. Так. Плазменная граната. Возьмем. Импульсная мина. Чего тут еще? Доброе намерение. Давайте возьмем. Во-первых, держи гранатку, дружище. Вот так вот. Хорошо. Ну, половина жизни у него есть, друзья. Я надеюсь, что он все-таки сдохнет. И сдохнет он навсегда. И не будет там потом воскрешаться. Или еще что-то будет у него происходить. Ракетница. Так. Чего у нас еще тут есть? 51. Термооптический калиброванный усиленный. Я не знаю. Получится мне с ним? Давай, сучка. Голова. Оп. Папа-папа-папа-папа. Че ты, блядь, делаешь, сученыш? Вообще ни о чем. Друзья, со снайперками бороться, это вообще все очень не хреново. Я не знаю, что взять. Нужно что-то взять. Что-то хорошее. А у нас ничего хорошего нет. Может быть, этой штукой попробовать? Как она вообще себя ведет? Что она вообще делает? А ну-ка. Голова. Давайте пробовать. Ну, жизнь забирает. Жизнь забирает, значит, работает все правильно. Это самая главная помощь. Симулятор. Ты охренел, сука, ты такая. Папа-папа-папа. Данс, молодец. Прикрывай меня. У нас совсем немножко осталось с тобой времени. Не времени, а жизни у этого ублюдка для того, чтобы его убить. Короче, надо было сразу послушать Кебета и захреначить его. Но как-то я почему-то подумал, что чувак хороший. И типа... Ну, в общем, не разобрался, вы понимаете, да? Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталось. Реально мощный хрен. Наверное, у него и очень мощный лут. Мы сейчас, конечно же, посмотрим. Да сдохни ты нахрен уже. Что с тобой не так? Так, а ты Данса уже вынес или нет? Господи, ну чуть-чуть же осталось. Совсем. Я вообще в критик стою. Хорошо, что я вообще в силовой броне. Потому что без нее, друзья, вы представляете, как сейчас было бы вообще? Насколько тяжко. Давай, блядь, уже сдохни. Чуть-чуть же осталось совсем. Ну, все. Порядок, друзья. Так, костюм Лоренса. Давайте посмотрим, что это... Фу, какая гадость. Посмотрим, что это за костюм. Ну, здесь мы сделать больше ничего не можем, по всей видимости. Давайте отсюда выбираться нахрен. Данс, надеюсь, ты вернул свое доверие ко мне. Потому что был неправ. Реально каюсь. Реально каюсь, друзья. Так, нам теперь нужно на этот лифт и отсюда сваливать нахрен. Хорошо. Мне кажется, что по психушке-то и поискать мы, в общем-то, ничего не можем хорошего. Учитывая, что мы как бы все и обошли уже. Ну, может быть, есть там пару комнат, куда мы не заходили, но мы нашли там пупсы. Я не думаю, что там будет еще что-то более навороченное, чем эта находка, которая у нас уже есть. Что у нас по заданиям? Давайте смотреть. Тайна дома Кэбботов. Вернуться в дом Кэбботов. Ну, окей. Окей. Так, а этот хрен ушел, да, уже? Хорошо. Этот хрен ушел. Куда нам нужно идти? Скорее всего, куда-то сюда. И вон она дверь, друзья. Давайте выбираться из этой больницы. Я думаю, что еще чего-то хорошего мы здесь просто уже не найдем, потому что мы уже все нашли. Посмотрим, что за наряд такой у этого Лоренса был. Посмотрим, что у нас там по навыкам. Сейчас нам нужно только вернуться в дом Кэбботов, который находится у нас где-то, где-то, где-то здесь. Так. Вот. Да. Хорошо. Главное, чтобы сейчас это все не очень долго грузилось. На станциях обслуживания брони можно ремонтировать и модифицировать силовую броню. Об этом мы знаем. Эту силовую броню, скорее всего, друзья, я заберу в какое-то одно из поселений. Скорее всего, это будет в Санкчуаре. И там ее оставим. В случае надобности мы всегда будем знать, где ее найти. Плюс, помимо этого, я хотел бы посвятить серию именно модификации брони, потому что я знаю, что силовую броню в четвертом фоле можно модифицировать. Правда, я этим никогда не занимался, но я знаю, что такая возможность есть. Поэтому мы этим как-нибудь, друзья, с вами займемся. Серии у нас еще будет предостаточно. Сюжет мы не закончили. Локации, которые находятся не по сюжетной линии, а где-то в стороне, их еще, я думаю, много. Уже, конечно, не большинство, потому что мы практически везде побывали. Но кое-где какие строения остались еще не исследованными. Поэтому будем смотреть. Так, ну что ж, мы пришли. Мне сейчас очень важно выяснить, как к нам отнесутся после того, что мы выпустили Лоренцо из камеры. Не будут ли они негативно сейчас с нами общаться, обращаться и так далее, и тому подобное. Потому что, знаете, друзья, в таких подобных случаях бывает, что игрушка ломается. То есть по сюжету как бы мы сделали один выбор, потом передумали, его убили, и может произойти неизвестно что. Лоренцо мертв. Все. Какие вопросы? Ну, чувак, все потому, что я передумал. Ты можешь мне сказать спасибо и еще насыпать мне мешок крышек. Было бы весьма неплохо, я думаю. Чего ждать? О. У тебя что-то не так с платьем, тебе не кажется? А вы, короче, все его боялись, да? Ну, окей, и че? И че? Мне с тобой поговорить нужно? Мне кажется, ты бы не смог этого сделать, потому что здесь тебя херовый ученый, дружище. Что теперь? Понятно. Ну, давай, я хочу. Было бы неплохо. 509 крышек. Тайна дома Кэбботов завершена, друзья. Теперь вы во мне больше не нуждаетесь, что ли, чувачки? Награда. Еще хочу. Ну, я понял, ни хрена он нам не даст. В принципе. Но если мы с ним еще поговорим, то что произойдет? Тоже поздно, конечно. Ничего, друзья. Полное ничего. Ну, что ж. Я предлагаю сейчас сделать последний штришок. Это посмотреть, что у нас есть по навыкам. Он у нас один. Значит, мы прокачивали в прошлый раз, как вы помните, крепкий хребец. И было бы неплохо сделать это еще раз, потому что веса я люблю носить очень много. Прям очень, очень, очень много. У нас есть такая возможность. Плюс 50 переноски грузов. Все остальное мы, в принципе, будем прокачивать. У нас очень все плохо по выносливости и по ловкости. Я сейчас еще один раз прокачаю крепкий хребет для того, чтобы мы могли туда пихать и толстяка и еще чего. Господи, как это пошло звучит, друзья. Вот. А потом уже будем прокачивать какие-то более нужные навыки. Пока походим так. Вот такие вот дела. Ну что ж, мои дорогие друзья, я предлагаю на этом серию закончить. Она была весьма интересной, как мне показалось. мы побывали с вами в психиатрической клинике, уничтожили Лоренцо, который терроризировал всю семью Джека Кэббота. И как будто бы все хорошо. Если вам понравилась серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. С вами был Юрий Кот, а пока, друзья, всем до скорого, до новых видео. Пока.